Коптелова сегодня простили с матерью пятерых детей, которую по версии следствия убил ее бывший муж. Любовь Белюшину вспоминают как доброго и светлого человека. Тяжелые кадры в репортаже Виктории Абакумовой. Попрощаться с матерью пятерых детей Любовью Белюшиной приходят едва ли не все жители Коптелова. Сдержать слез не могут даже мужчины. Угробы рыдают отец и старший сын. Она мне во сне приснилась недавно. Я говорю, Любушка, почему ты мне не сказала, что у тебя так плохо? Я говорю, я бы тебя спрятала, чтобы тебя никто не нашел. Девочка красавица, красавица. А сейчас у нее лицо вообще не узнать. По версии следствия расправился с женщиной ее ревнивый супруг Александр Белюшин, который годами ее избивал по любому незначительному поводу. Когда Любовь наконец решила уехать и забрать детей, она таинственно исчезла. Все три недели, пока шли поиски, ее муж твердил, он тут ни при чем. Граф, я прошел, все в порядке. Невиновен, сказали. Все, сейчас в следственный комитет едет. Любина комната, она тут спала. Ну, сейчас я сплю. Углы все проверяют, а вдруг я ее убил, типа там об угол ударил или что-то. А на следующий день после этого интервью мужчина дал признательные показания. Сейчас он в СИЗО. По версии следствия, в день трагедии врежь Любовь Белюшину повез ее бывший муж. По дороге между экс-супругами произошла ссора. Они вышли из машины. Предположительно, здесь и случился в криминальных финалах отношений. Тело женщины, засыпанное снегом, нашли в ельнике на Режевском тракте. Младших детей изъяли органы опеки. Сейчас они в реабилитационном центре. С ними работают психологи. Мать предполагаемого убийцы, Раиса Витальевна, планирует забрать малышей к себе. И старший домой улетит. Бабушка, заберите меня домой, я не могу здесь. Старшего сына Любови, Максима, обвиняемый воспитывал с двух лет. И поначалу молодой человек не верил в причастность отчима к смерти матери. Но в зале суда заявил, сомнений не осталось. Это сыр! Чтобы его посадили надолго, конкретно надолго. Он ей угрожал. То есть такие совпадения я не верю. Постоянные угрозы. Он ее вот летом так избил, что она попала в больницу. На похороны своей бывшей невестки ни мама, ни сестра Александра не пришли. Сейчас они в столице. На федеральном ток-шоу продолжают доказывать, что мужчина ни в чем не виноват. Не верю в это. Он признался. Я все равно не верю. Виктория Абакумова, Арина Зеленская, Константин Стенин и Никита Соловьев. Новости 4 канала.